Здравствуйте! Меня зовут Ленорка Райлик, и мы делаем запись для проекта Афиша АСМР. Я главный редактор проекта PostPost.media. Это проект, который собирает личные истории и публикует тематические подборки. Сегодня я читаю истории из нашей подборки под названием «Дыши попкой. 101 история о братской и сестринской любви». Расслабьтесь и наденьте наушники. Моя сестра, старше меня на 12 лет, делала мне укладку пылесосом и говорила, «Чтобы быть красивой, надо терпеть». Я, конечно, терпела. Автор Аня Йонатан Леус. Одна моя родственница младшему брату рассказывала, что родители его родили, чтобы съесть в случае войны, а сейчас откармливают. Он верил и старался есть поменьше. Автор Соня Соколова. Я садировала племянницу выразительным чтением Майдадыра. Глядя ей в глаза, я взывала, «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок!» А ребенок тер щечки и вопил, «Не я, не я». Автор Анна Петрученя. Мои старшие брат с сестрой, разница 6 и 4 года, клали мне на голову перышко из подушки. Я либо орала, либо сидела тихо и боялась шевельнуться. Вдруг это страшное перо падет мне на нос. Им это выгадывало 20 минут на жалости без хвостика в виде меня. И перышки, как назло, дергали самые страшные, длинные и свитые колечка. Автор Алла Арифулина. Когда сестре было лет 17, а мне 12, к ней в гости пришел мальчик. И от меня нужно было на время избавиться. «Поэтому мне рассказали про факториал, усадили на кухне и предложили сосчитать факториал от 36. Сосчитать я не сосчитала, но с полчаса им подарила». Автор Вера Бергельсона. А я, когда младшая сестра достала меня, сказала ей, что вот сейчас я произнесу «Тебя нет» три раза подряд, и она исчезнет. Сестра была достаточно маленькой, чтобы поверить и очень испугаться. Ей тогда было года 3-4, а мне лет 7-8. Автор Дарья Соколова. Мамин младший брат подходил к ней вплотную и начинал водить руками у нее перед носом, а когда она зверела, милым голосом говорил, «А воздух не твой, воздух общий». Автор Дутта Варснер. «Лет в 6 я нашла кассету для магнитофона. Я спросила у сестры, что это. Она ответила, что если крутить пленку карандашом и держать кассету очень близко от уха, слышно музыку. Я перекрутила кассету на 90 минут в каждую сторону и ничего не услышала». Автор – Катерина Лучина. С братом мы играли в войнушку. Он рисовал карты мне на плотном картоне, себе на тонкой маленькой промокашке. По правилам им придуманным, когда тебя ловит неприятель, нужно эту самую карту съесть. Давилась периодически очень плотным картоном. Но правило есть правило. Автор – Олеся Смагина. Моя старшая сестра устраивала игру в золушку и ее злую сводную сестру. «Я был золушкой и несколько раз успел убраться в прихожей и на кухне, пока не начал что-то подозревать». Автор – Анна Чиликина. Мы с сестрой на пять лет старше играли в существо. Предполагалось, что существо похоже на пушистый колобок с маленькими лапками и большими глазами. Но в нашей реальности оно воплощалось в моей сестре. Существо отличалось крайне слабым здоровьем. И каждый раз, когда моей сестре было что-нибудь нужно, она начинала очень жалобно подвывать. «О, существо умирает!» И я тут же несла ей все свои конфетные заначки, фантики, картинки, а также чесала ей спинку, потому что существо очень любило, чтобы ему чесали спинку. Потом сестре надоела игра, и она сказала, что существо умерло. Но я так рыдала, что ей пришлось его оживить опять. Автор Светлана Цуркан. Я троллила старшую сестру, что она вообще пробник, а я полноценная версия. Сестра страшно обижалась. Автор Наталья Сналина. Когда сестра хотела меня довезти, она говорила, что ее мама красивее, чем моя. Я ревела и кричала, что моя мама гораздо красивее. Мама у нас одна. Автор Елена Арчакина. Мой младший брат до того, как у него сломался голос, договаривался за меня по телефону с моими подружками о прогулках и о других приятных вещах, а мне об этом не говорила. Естественно, я никуда не попадала и ссорилась с подружками. Впрочем, я тоже была прекрасна. И когда он меня особенно сильно достал, я завернула его в ковер и запихала под кровать. Он до сих пор мне это припоминает. Автор Екатерина Попова. Моя младшая сестра, когда мне было лет шесть, а ей, значит, пять, изобрела верный способ довести меня до ручки за десять минут. Она приходила ко мне, делала каменное лицо и говорила, «Я старше, но как же? Вот я хожу в школу, а то в детский сад, я старше». «Я старше», — говорила сестра. Все мои аргументы разбивались об ее уверенное вранье и от невозможности вернуть мир на место правдой и логикой я расстраивалась адски и взрывалась, что очень веселела мою сестру. Автор Мария Вуль. У нас с братом в роли мучителя выступала я, поэтому я предпочла бы все это не вспоминать. Автор Ляша. Спасибо, что послушали эти истории о братской и сестринской любви. Приходите на наш сайт postpost.media сайт личных историй. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова